Учитель Ю сказал, редко бывает, чтобы человек, полный сыновней почтительности и послушания старшим, любил бы досаждать правителю. И не бывало вовсе, чтобы тот, кто не любит досаждать правителю, питал бы склонность к мятежу, благодародный муж заботится о корне. Когда заложен корень, то рождается и путь. Сыновняя почтительность и послушание старшим, не в них ли коренится человечность? Учитель сказал, человечность редко сочетается с искусными речами и умильным выражением лица. Учитель Дзен сказал, я на день трижды себя вопрошаю, добросовестно ли я трудился для людей, сохранил ли искренность в общении с друзьями, повторял ли то, чему меня учили. Учитель сказал, правя уделом, способным выставить тысячу боевых повозок, надо быть тщательным в делах, правдивым, любить людей, экономить средства и побуждать народ к труду в соответствии со сменой сезонов. Учитель сказал, дома младшие почтительны к родителям, а на стороне послушны старшим, осторожны и правдивы, полны любви ко всем, но близки с теми, в ком есть человечность. Если при этом остаются силы, то стремятся обрести ученость. Цися сказал, если кто-либо предпочитает чувственность и добро, способен до изнеможения служить отцу и матери, на службе государю может жертвовать собой и обращается к друзьям с правдивым словом, то пусть бы говорили, что он не учен. Я непременно назову его ученым. Учитель сказал, если благородный муж лишен строгости, в нем нет внушительности, и он не тверд в учении. Главное, будь честен и правдив, не дружи с теми, кто тебе не равен, и не бойся исправлять свои ошибки. Учитель дзен сказал, если будут чтить умерших, помнить предков, то в народе вновь окрепнет добродетель. Цися спросил Цигуна, в какой бы стране учитель ни был, он всегда знает о делах ее правления. Он сам ищет эти сведения или ему их дают? Цигун ответил, учитель получает их благодаря тому, что ласков, добр, почтителен, бережлив и уступчив. Не отличается ли он в том, как их ищет от других людей?